Первый камень этого 72-х квартирного дома для репатрианта в Судаке заложили еще в 2017-м. Но потом работы приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Дело дошло до суда. В этом году строительство возобновится, а сдать объект должны к осени следующего года. Планируется сейчас заключить контракт на строительно-монтажные работы и возобновить работы с сентября месяца. Здесь будет работать башенный кран, ну и естественно различная техника. Сейчас мы выходим на торги с новым подрядчиком, который завершит эти работы и сдаст в эксплуатацию этот объект. Вопросы реабилитированных в регионе поэтапно решаются. За 7 лет построили новые школы, детские сады, а сейчас работы ведутся в дошкольном учреждении в квартале Яны-Маали. Сейчас работы ведутся по всем фронтам, соответственно, по наружному. Идут устройства под лосы, пожарные в емкости, инженерная коммуникация, соответственно, и внутренние работы. Сантехнические, электромонтажные, вентиляция, отделка. Как мы работаем, двигаемся активно. Ожидается поставка оборудования. Строительные проблемы этого сада в прошлом. Детский сад, был приостановлен на его действия, пересмотрены сметные документации, пересогласование, все прошло. И сейчас зашел новый подрядчик, который восстановил все работы и планируется по договору на февраль 2022 года уже сдать его в эксплуатацию. ФЦП в Судаке реализуется ударными темпами. Это и другие программы позволят значительно изменить регион. Лилия Ислямова, Дауд Чахалов, Алим Сейдалиев, телеканал Милет, Судак.